Три пары, шесть человек. Кто конкретно? Григорий Иванович Гагарин, отец нашего Григория Григорьевича. Я так все время буду потом говорить наш Григорий Григорьевич, чтобы не терять нити, о каком Григории Григорьевича говорим. Наш Григорий Григорьевич, художник, вице-президент, операторская академия. Отец нашего Григория Григорьевича, Григорий Иванович Гагарин, известный дипломат, родился в 1782 году, тайный советник, работал в коллегии иностранных дел. Все у него шло путем, все хорошо. Был женат на Екатерине Петровне, урожденной Саймоновой. Был уже двое детей, Гриша уже родился, еще следующий сын уже был. В общем, было два сына. И вдруг, ну надо же такому случиться. Григорий Иванович, такой роковой мужчина. Антон Павлович, давайте мне следующее. Вот это Григорий Иванович, отец нашего художника Григория Григорьевича. И вот Григорий Иванович, ну это он уже в возрасте, в последние годы в своей жизни портрет. Отбил у императора Александра I его фаворитку, любовницу, Марию Антоновну Нарышкину. Вы, наверное, слышали. Мария Антоновна Нарышкина, жена Дмитрия Львовича Нарышкина. От того самого Дмитрия Львовича Нарышкина, который упоминается в этих пасквилях, что получал Александр Сергеевич Пушкин перед своей смертью. И там он величался в этих пасквилях самым магистром ордена рогоносцев. Да, он был рогоносцем. Ему сам Александр I доставил Рога Мария. Антон, она 15 лет была любовницей Александра I, родила ему четырем детей. Но надо отдать должное Дмитрию Львовичу. Он всех признал за своих, всем дал свою фамилию, свое отчество. Все они были Дмитриевичей Нарышкиной. И в 1812 году Григорий Иванович на него обратил внимание, скорее всего, так сказать. Не он был инициатором. На него обратила внимание Мария Антоновна Нарышкина, известная польская красавица. И они не стали скрывать это. Мария Антоновна не стала скрывать это от своего любовника Александра I и от своего супруга Дмитрия Любовича Нарышкина. Григорий Иванович не стал скрывать от своей супруги Екатерины Петровны. И кончилось с тем, что их отправили, ну, скажем, по отдельности, дали им, так сказать, вольную. Григорий Иванович уехал за границу. Уехал он, естественно, с Марией Антоновной. Вот я не знаю, как бы по нынешним временам поступили бы очень крутые люди, когда обнаружили бы такое вот. А тут очень легко, просто уехали за границу, за граничное путешествие. Были они вместе три года. Через три года каждый вернулся в свою семью. Это мы с вами оговорили две стороны. А еще у нас, Анатолий Павлович нам сейчас покажет, еще фигурантов этого детективного дела. Вот это Мария Антоновна, художник Тончи. Вот это самая польская красавица. Так, еще мы покажем всех участников Александр Первый, император. Ирокезик, да? Думаю, откуда Ирокезики пошли. Вот Александр Первый, но все равно симпатичный. Симпатичный. Екатерина Петровна Саймонова, жена Григория Григорьевича со старшими детьми. Вот крайне в синем. Это старший сын Григорий Григорьевич, тот, о котором сегодня попадет разговор. И дальше у нас Елизавета Алексея. Ну, Александр Первый был жена.